Добрый вечер Гомель на Беларусь 4 прямой эфир передача для тех кто выбирает хорошее настроение Дорогие друзья, любите ли вы романсы? Часто ли вы их слушаете, поете, ну хотя бы в душе? Вы знаете, сегодня у вас будет такая возможность. Я познакомлю вас с современными романсами и их исполнителями Итак, сегодня на добром вечере Елена Гостинская и Дмитрий Будянов, артисты Гомельская, властной филармонии у нас в гостях Ребят, добрый вечер, мы очень рады видеть вас в нашей студии Расскажите нам, пожалуйста, вот как давно появился ваш дуэт? Наш дуэт существует два года почти, да, Дмитрий? Да, полтора года Ну, полтора, да Летом будет два года у нас, как мы В принципе, мы пересекались на нашей творческой общей площадке филармонической, но мы работали в разных коллективах Вот, но Дмитрий у нас как бы работал фрагментально Иногда он бывал, иногда не бывал, так, в общем-то, у него достаточно, как говорится, работы по городу, он очень востребованный музыкант Вот, но так повезло, что я его услышала, имела счастье услышать работу этого замечательного музыканта То есть это была ваша идея создать? Да Да А Дмитрий сразу согласился? Нет, это было дозировано Мы где, в Курске, да, когда мы ездили, я тогда с оркестром ездил как... Нет, не в Курске, Дмитрий Мы, я сейчас поправлю А где? Да, ты туда ездишь Книгу о вашем коллективе будет сложно написать, я поняла Да, мы... Дело в том, что Дмитрий работал в астроносифоническом оркестре, а я работала ведущей концертной программы этого коллектива Вот, и буквально я просто... Мне что потрясло, находясь за кулисами, ожидая своего выхода, я слышу, работает соло на электропиано Но электропиано звучит акустически, как живое У меня растопырились уши еще больше, я думаю, кто же играет? И я смотрю, да, совершенно... Ну, там другой пианист сидит Я поняла, что, значит, электроника может звучать, и оказывается, вот по-другому Вы не пожалели за эти полтора года? Ну, вообще, абсолютно, я боюсь пожалеть, что у меня случится расставание Ни в коем случае Вот, а потом так, да, я подошла, конечно же, она отвешивала комплименты, он очень смущался Он очень скромный человек, а я сказала, вы прекрасны Он просто не устоял, да, Дмитрий? Он не устоял позже, когда спустя почти год я его услышала в ресторане Прованс Я там отдыхала со своими детьми, мы услышали, что звучит живая музыка, пошли познакомиться с пианистом Я выхожу, солнце сидит, исполняет музыку, именно ту музыку, которую я люблю исполнять То есть это музыка эпохи ностальжи, это мировые хиты 60-70-х годов Вот я, кстати, хотела сказать, что романс это же не все, не весь ваш репертуар, да? А кто вообще составляет ваш репертуар? Кто решает, что будет звучать? В основном я, почему? Потому что, как бы, что мне исполнять? Дмитрий всегда может посоветовать, зная уже, в каком ключе я работаю И, конечно же, он может предложить самые лучшие варианты и предложить какую-то аранжировку от себя Мне кажется, Дмитрий очень корректен Очень У нас очень совпали вкусы То есть спустя год, да, Лена пригласила, говорит, давай что-нибудь попробуем А, ВКонтакте она меня нашла и написала Дмитрий, а не хотите ли что-нибудь попробовать совместно сделать? Я говорю, давайте Уже не в первый раз спросила Елена Я ему позвоню, говорю, ты меня уж прости, что я тебя достала, наверное, но я все-таки думаю, что ну как так? Я вот это люблю исполнять, и почему нам не исполнять вместе? Знаете, Елена, вот наши зрители, мне кажется, они уже в предвкушении, потому что столько мы говорим, да, об этом дуэте И пора уже послушать, вот что исполнить для нас Пора вкушать Да, для нас в прямом эфире С чего начнем? Ну, Коль, сегодня жанр такой у нас в студии будет звучать современный романс То бишь роман со современных композиторов И первый роман, который мы исполним, это музыка Андрея Петрова на стихи Владимира Высоцкого «Оплавляются свечи» АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Оплавляются свечи на старинный паркет И стекает на плечи серебро сыплет Как в огоне бродит золотое вино Все былое уходит Все былое уходит Что придет Все равно Все равно И в предсмертном томлении Осираясь назад Убегают олени Нарываясь на залп Кто-то дуло наводит На невинную грудь Все былое уходит Все былое уходит Пусть придет что-нибудь Что-нибудь Кто-то злой И умелый Веселясь наугад Мечет острые стрелы Воспаленный закат Слышно в буре мелодий Повторенье над Все былое уходит Все былое уходит Пусть придет Пусть придет Что придет Что придет Слышно в буре мелодий Нашего знакомства Вот практически Мы с ней встретились Она показала Как она поет Мы просто сели И именно показала Свой репертуар Она очень увидела Что она переживала Чтобы она мне понравилась И я в конце ее обнял Я говорю Я говорю Вы знаете Ну тогда еще на вы Вы знаете Лена Мы с вами на одной волне Вот Потом через какой-то Период Мы договаривались О репетиции И я стою Ну под классом И слышу Какой-то оперный Певец поет А мы пели Эстрадные вещи На джазе Показала свою манеру И она Я думаю Кто там поет Открываю Оказывается это Лена То есть она в разных жанрах Она и джазовые вещи поет И эстрадные И классические романсы Учитывая что есть такое вот выражение Что романс поет со сердцем Мне кажется Лена у вас это просто Очень здорово получается Правда Ну согласитесь Вот жанр такой Сегодня я бы сказала Далеко не самый модный Да Романс Вот такую музыку Надо вздумчиво слушать А мы все время куда-то Вот спешим Торопимся Кто ваш слушатель Где выступаете Где слушают вас Ну наши слушатели Конечно же Это Несмотря на то Что он не современен Все таки 30 плюс Все таки 30 плюс Вот кстати говоря У нас гости в студии От моего имени Которые пришли Как раз вот Такого же возраста И вы знаете Там у нас Вот Сия молодая дама Любит только классическую музыку Я говорю Она пришла ко мне заниматься Женя говорит Может быть что-то эстрадное Джаза Она нет Она вот так Нет Вот так выразительно мне Выразительно такая Да Поэтому И Как бы 30 плюс все таки Это камерные площадки Города Гомеля Это и дворец Паскевича Это галерея Ващенко Конечно же Камерный зал Дворца Железнодорожников Вот То есть это наши залы И я очень рада Что теперь Это и студия Программа Добрый вечер, Гомель Правда? Да А скажите Когда Где в ближайшее время Можно услышать Ваши романсы В вашем исполнении Ну так скажем Что у нас будет Обширная программа С Дмитрием Сольной Это будет май месяц В галерии Ващенко Это Ретромикс Точка Оттепель То есть все что От 30-х до 60-х годов Да Вот А самое ближайшее Будет очень Так скажем Создающее настроение Программа Она так и называется Рецепты Хорошее настроение 1-го апрельское настроение Это будет Площадка ДК Гомсельмаш 1-го апреля 17 часов И концертная программа Будет включать в себя Разных артистов То есть Будет разная Тилармония Коллектива Наверное Это уже так интересно Самое лучшее Это будет программа Составленная из мастеров Малого жанра Так скажем Это у нас и Прославленный наш дуэт Небаян Стайл И Ольга Кузьменко Наша колоратурная сопрано И мы с Дмитрием И замечательный гармонист Мастер сцена Андрей Федяй Будет Вы заинтриговали Вы заинтриговали Наших зрителей Вы знаете Я думаю Что желающих попасть На такой концерт Очень много Любимый исполнитель Дмитрий Горошко Его очень хорошо знают Вот да Дорогие друзья Ну мы решили Разыграть Один такой Пригласительный билет На двух персон Именно на этот концерт И так как сегодня В нашей студии романсы То вопрос нашего конкурса Будет Наверное о романсах Да Какой вопрос Давайте что-нибудь простое Чтобы зрителям удалось Я думаю Мы не будем мудрствовать И мы зададим зрителям Такой вопрос Какова же страна Которая породила Сей замечательный жанр Глубокий и чувственный В какой стране он родился Итак Какая страна Считается родиной романса Дорогие друзья Мы ждем Ваши варианты ответа По телефону 34 22 43 Звоните Билет на две персоны На концерт Рецепты хорошего настроения На концерт Который состоится 1 апреля Во дворце культуры Гомсимаш Находится сейчас В нашей студии Он может стать ваш Ну сегодня Сегодняшний добрый вечер Украсть еще не один романс В исполнении Елены И Дмитрия Так что ждем с нетерпением А пока хочу Сообщить что завтра Весь мир Дорогие друзья Весь мир отмечает День защиты прав потребителей Согласитесь Это хороший повод Поговорить сегодня Вот такие подзвуки романса Поговорить сегодня О покупках Кстати Елена Часто ли вот ваши покупки Становятся для вас разочарованием И может быть не отвечают Вашим ожиданиям Ну я скажу так Артисты люди Такие немножечко неземные Так Творческие мы их называем Да Мы не успеваем считать Мы часто переплачиваем Вот И конечно Что касается дат Которые выбиты На срок годности Ну про меня лично Я к сожалению Вот пока вот я уже не вскрыла Оно пахнет Пардон Я думаю Просроченное То есть это ваше Да Некачественные Ну скажем Некачественные Просроченные покупки Какие-то Из-за собственной Невнимательности Это ваше Дмитрий Ну вот мы уже Только что определили Что артисты Люди занятые А вообще Вот по магазинам Вы ходите за покупками Или все-таки Интернет-магазинами Ну за продуктами Конечно я пользуюсь Непосредственно визуальным То есть я должен Потрогать это все То есть это ваше правило Да Вот Но в плане покупки Такие какие-то Техники Или еще Я через интернет Потому что Меня намного Хватает по времени Я очень устаю Ходить по магазинам Чисто физически Я Все Мне 5 минут хватает И все Поэтому в интернете Честно говоря да Вот несмотря что я женщина Я тоже Меня тут Вот я как-то да Вы не любите шопинг? Нет Сегодня я познакомлю вас С другими Женщинами Поверьте они любят Пора учиться Пора учиться Но Дмитрий Были разочарования От интернет-покупок? Ну особо не было Иногда вот у меня Недавно случай был Я заказал себе телефон Вот Как бы Должны были его привезти В определенный день Не звонят Не звонят Я сам позвонил Вот-вот должны К вечеру к 11 Я смотрю Никак не везут Ну в общем На следующий день Они извинялись В общем они перепутали Совершенно в другой город Отправили Ну и потом они Скидочку сделали За доставку Ну как бы Особо проблем не было Это приятно Но в принципе ситуация Да Ситуацию разрешили То есть без проблем Вот это интернет-магазин был Да Это интернет-магазин Ну спасибо большое Мне подсказывают У нас есть телефонный звонок Будем надеяться Который хочет ответить Правильно На вопрос нашего конкурса Добрый вечер Вы в прямом эфире Говорите пожалуйста Добрый вечер Здравствуйте Как вас зовут? Меня зовут Ксения Литвин И я хочу сказать Что родиной Романса Является Испания Ксения спасибо Мне кажется Это правильный ответ Аплодисменты Ксения А скажите пожалуйста Ксения Вы любите романсы? Обожаю Я очень рада Видеть Исполнителей У вас в гостях Я обожаю Эту певицу Я была у нее Тоже на джаз В концертах Здорово Очень я так рада Спасибо Такой эмоциональный Звонок Вы знаете Я бы хочу Чтобы показали Приз Который вы получаете Это пригласительный На удивительный концерт Который состоится 1 апреля Во дворце Культуры Гомсельмаш Это пригласительный билет На две персоны Концерт Сколько счастья Чайка Это здорово Это здорово Вы знаете Рецепты хорошего настроения Я думаю вы тоже сможете Ими поделиться Спасибо вам большое Ну что ж Дорогие друзья Как часто покупки Не соответствуют Нашим ожиданиям Вот такой вопрос Мы сегодня задаем Нашим зрителям Вы знаете У наших телезрителей Вайбере Уже есть свои истории Вот например Лера говорит Что она постоянно Все покупает Не то То молоко Не свежее То платье маловато Лера Может быть Дело не в покупках Ирина говорит Что купила вчера На Сельмаше В магазине Брынзу С истекшим сроком годности Выбросила в мусорку Пожалела времени А надо было вернуть В магазин этот сыр Ну да Вот тут вот такое Двоякое мнение Мы часто сами Вот здесь мы ленимся Это точно Вот Виктория говорит Что она часто делает Покупки через интернет То с ценой намудрят То товар бракованный То курьер Вовремя не доставит Ну всякое случается Но все равно это удобно Вот такое мнение Про интернет покупки Вы знаете Дорогие друзья Нам очень интересно Ваше мнение Всегда ли вы довольны Своими покупками Какая из них принесла Может быть разочарование Может быть не оправдала Ваших ожиданий И вообще нам интересно Узнать где вы сегодня Отовариваетесь Что называется Где вы сегодня покупаете все В магазинах На рынках В супермаркетах Или может быть В интернет-магазинах Поэтому ждем ваших историй Телефон студии 34 22 43 Оставляйте свои комментарии Также в вайбере Ну и напоминаю Что по телефону прямого эфира Вы можете задать Любой вопрос нашим участникам А также принять участие В конкурсе Который будет Но чуть позже Вернемся в студию Сразу после рекламы И продолжим Добрый вечер Дорогие друзья На Беларусь 4 Продолжается прямой эфир Вы смотрите программу Добрый вечер Гомели Телефон студии 34 22 43 Сегодня тема нашей программы Это наши покупки Накануне Всемирного дня Защиты прав потребителей Мы решили затронуть Эту тонкую Скользкую Интересную Любопытную Ну можно продолжать тему И вот в вайбере Есть сообщение Действительно очень интересное сообщение От вас дорогие друзья Итак Как часто покупки Не соответствуют нашим ожиданиям Ну Вероника сообщает Что она просто обожает шопинг Но не всегда В наших магазинах Попадается качественная косметика Без уточнений Но вот такое вот сообщение Руслан например считает А очень любит наши супермаркеты И постоянно тратит там пол зарплаты Покупает то что не планировал Вот это кстати Очень важная тема Елена Дмитрий Вы часто делаете Бесполезные покупки Например вот пошли за хлебом Да вот так купили там Целый пакет продуктов Знаете у меня очень У меня очень воспитывали Мои семейные Как бы сразу Как только появились гипермаркеты Мне сразу Моя дочь Или журналист Сказала Значит так Там все выстроено По правилам маркетологии Поэтому не надо Нюхать свежий хлеб Так И кофе Потому что тебе сразу Захочется купить мясо Копченую рыбу И так далее Поэтому в основном Конечно же В больших И чтобы не уставать Кстати говоря Вот это совет зрителя Идти надо четко Затем что тебе надо Ну потом Если у тебя появилась Такая Кшепоголизма Можно расслабиться Ну ты же сначала Купил то что тебе надо А потом уже можно По Как это Пофантазировать Вариации Но мне вот почему-то кажется Что вы все равно Делаете подобные Ненужные покупки Ну знаете Вот Дмитрия кажется нет Более проблематичен Я так не люблю разочаровываться Надо вам сказать Вот Не люблю разочаровываться Поэтому каждый раз Если я себе скажу Лена Ну какая ты дура Ну что ты сделала Думаю Как я дура Боже мой Нет Я же я не дура Вы не хотите В этом признаться Но в принципе Я за собой слежу Я слежу Ну что ж На рынке В магазине Нас подстерегают Самые разные опасности От просроченного товара Там некачественные услуги Какой-то навязчивой рекламы И даже настоящего мошенничества Вот в какие ловушки Мы попадаем Из-за собственной Беспечности И можно ли Этого Избежать Вот разобраться в этом Помогут наши сегодняшние гости И первым из них Я хочу пригласить психолога Встречайте пожалуйста Это Элеонора Потапова У нас в гостях Добрый вечер Элеонора Очень рады Очень рады Видеть вас в нашей студии Ну Элеонор Ну вот согласись Что в последнее время Мы стали покупать Много ненужных вещей Без которых Казалось бы Еще несколько лет назад Мы прекрасно обходились Поэтому расскажи нам Почему мы это делаем И что толкает Человека вообще На бессмысленные покупки Начнем с того Что у каждого из нас Есть потребности И самая наверное Главная Важная потребность Это потребность Позитивных эмоций Это чувство радости Чувство эйфории Легкости Счастья Когда мы радуемся И когда мы счастливы Какие моменты Когда мы общаемся Когда мы путешествуем Когда мы играем с детьми И ходим в магазины И конечно же Когда мы совершаем покупки Вот почему сегодня Так много магазинов У людей много Депрессивного состояния А в городах много магазинов Многие магазины Сейчас строятся По некоторым таким Интересным-интересным принципам Самые необдуманные И ненужные покупки Мы совершаем Именно в больших магазинах Они уже превращаются Как в такую индустрию Развлечений Место, где можно отдохнуть Место, где можно отдохнуть Расслабиться И маркетологи Администрация Очень хорошо над этим всем работает Там включает Легкую музыку Чтобы мы находились В таком небольшом трансе Распыляет некоторые запахи Когда человек приходит голодный Я думаю, что Вдохнув запах Вот этого ароматного Чего-нибудь сочного Сразу наполняется корзина И сразу хочется всего и побольше Хорошо, это супермаркет Когда мы говорим про одежду И про особенно Вот нас, женщин Скажи вот честно Элеонора У тебя есть В гардюре какие-то туфли Скажем, которые ты Вот зря купила Вот знаешь, как есть выражение Зря купила, не носишь, например Или там пошла в магазин И вместо одного платья Купила там пять каких-то Ненужных Есть у меня такие туфли То есть тебе тоже это свойственно Да, мне это свойственно Как и любой девушке В принципе, как и любому человеку Обычно это покупки Импульсивные Необдуманные Но если мы, допустим Посмотрим какую-то покупку Нам очень-очень хочется ее купить Стоит только отойти Попросить, чтобы ее отложили Какое-то время Хотя бы минут пять-десять Погулять Наш мозг включается Приходит разум И мы уже начинаем думать А надо ли нам эта вещь Мне кажется, твой сайт Очень понравился, Елень Да, вот я бы хотела Задать вопрос Вот конкретно психологу А как можно сформулировать Вот что-то такое у человека Вот сочувствие к продавцу А, это диагноз Надо поставить сейчас Еленде Вы сочувствуете к продавцу Да, особенно Вот оно на рынке Я смотрю, оно уже стоит Она мерзла А вот муж у меня безжалостный товарищ Мы вот покупали крайний раз яблоки И он начал говорить Мне, пожалуйста, вот эти яблоки И мне выберите шесть штук А дяденька, который мерз Уже стоял с красным носом Он говорит Значит так, у меня все яблоки одинаковые Я кладу не глядя Мой муж включил потребителя Он такой Значит, я за свои деньги Буду покупать те яблоки Которые я решил И он методич А я стою Думаю, он же пожилой человек А он так методично Вот понимаете Каждое яблоко Вот так вот Методично Просто я думаю Боже мой А мне в этот момент Жалко продавать То есть вы делаете покупки Потому что вам жалко продавать Ну я потом Да, если где-то Думаю, ну ладно Уже гнилая помидорина Уже Леонид, ну это можно как-то вот Лечить Комментировать Комментировать По крайней мере Вы знаете, есть, наверное, один такой Не способ, да А надо думать о том, что вы все-таки Отдаете свои деньги Да И Ну как-то уважать свои, наверное Заработки Уважать свои деньги Вот очень, кстати, хороший совет Да, действительно Даже я так попробую завтра, когда пойду в магазин Да, подумать именно о том, что ты отдаешь Для начала свои деньги На самом деле Магазины и всякие палаточки, да Где что-то продают Это большая зона риска Да Потому что там вам улыбаются И постоянно хотят что-то В смысле продать-то, понятное дело Ну да А вообще вот опасно быть шопоголиком И что такое вообще? Кто такой шопоголик? Вот сегодня такое слово Мы его все употребляем Расскажи Шопоголик это, да, это опасно Их можно немножко сравнить с алкоголиками С наркоманами С наркоманами Практически болезнь, да Но чтобы так уже не углубляться Можно их назвать такими как обжорами Если мы, допустим У нас есть коробка конфет, да Ну кушать в принципе неплохо Хорошо, там сладенькая Все мы там может быть и любим Вот если мы кушаем по одной По двум конфеткам в день Ну нормально А если мы съедаем коробку Две, три То уже, наверное, это какой-то Безбаланс происходит Так же с шопоголиками У кого как? Ну если про коробку конфет То у кого как? Но смысл понятен Вот скажи только Это женская вообще зависимость Вот шопоголизм Или все-таки мужчинам тоже свойственно Распространено? Шопоголизм больше свойственен женщинам Потому что женщины более импульсивны Более эмоциональны Но мужчинам тоже это свойственно Немножко по-другому Мужчина это проявляется Проявляется в более, наверное, дорогих Каких-то покупках Это дорогие часы Автомобили Дорогие новые гаджеты И чем новее гаджет Тем лучше Ну это такие мини-соревнования Между собой мужчинам Ну вот смотри Елена привела только что Такую интересную довольно историю А вообще это какой-то симптом? Скажем, один из симптомов? И вообще Когда стоит насторожиться И забеспокоиться Что ты можешь стать шопоголиком А это опасно? В принципе Какие симптомы должны насторожить человека? Симптомы Ну вернемся все к той же Радости и счастью Когда человек Радуется только покупкам И только походам в магазин Это уже не то чтобы симптомы Это уже можно в колокол бить Да Вот Находить надо время на себя На друзей На какие-то походы На какие-то развлечения На музыку На музыку, да Ходить на концерт Придумать, да, хобби может какое-то То есть разнообразить жизнь Своими другими красками Потому что покупки, да Это весело, это задорно Это радостно Но не заканчивается Вся эта эйфория Именно тогда, когда мы приходим домой И Ну сказка проходит Денег нет Очень не нужных вещей Нам Алена написала Аленка даже Написала сообщение Вайбер, что она очень любит Распродажи в фирменных магазинах Ну это вот наверное С той серии шопоголиков Как мы говорим, да К сожалению в Гумеле Это большая редкость То есть Мы говорим об одном А здесь вот о другом Вот для таких как Алена Которая страдает От отсутствия распродаж И хотят много Часто ходить по магазинам Вот Вообще существует даже такое мнение Что шопоголизм лечится Отсутствием денег Кстати говоря Один из рецептов На самом деле На самом деле Элеонора А вот серьезно Как бороться с манией покупок Вот когда Здесь реклама Которая утверждает Что если ты не купишь этот крем То ты никогда не будешь К молодой и красивой И так далее Как? Как? Где это? Можно конечно поиграть В маленькую такую игру С маркетологами Да И ходить Улавливать Все эти ловушки Которые расставлены И потом другим сообщать Что это может быть Но лучше всего Составлять списки Списки покупок Списки покупок Да И это не только Продуктовые покупки Но и касаемо Одежды И расписывать полностью Вплоть до того Какое молоко Процентности вам надо Какие там Еще могут быть продукты Да И брать конкретную сумму денег Которую вам должно хватить Именно на этот список То есть больше не надо Желательно расплачиваться Не пластиковая карточка Не наличная Потому что когда мы Рассчитываемся Пластиковой карточкой То подсознательно Мы не ощущаем Потерю наших денег Нам кажется Что мы что-то Вот заплатили То есть когда вот так отдал Да Тогда ты почувствовал А когда мы просто Берем что-то в руки Мы уже это чувствуем Свое Наше Да И когда мы отдаем деньги Вот мы уже их отчитываем Уже как-то становится Немножко жалко Пластиковая карточка Итак Не рассчитываться Пластиковой карточкой По возможности больше наличными. Дальше составлять обязательно список покупок. Это два основных правила. И что еще? Помните, что вы отдаете деньги. И всегда помнить, что деньги мы, собственные деньги, да, отдаем, когда что-то покупаете. Желательно обращу с собой человека, который, если вы уже так инклюзивно совершаете покупки, что-то сдерживало. Да, ну да, зачем, да, хватит. А вот, Дмитрий, вы купите скорее разрекламированный товар или тот, что посоветовали друзья? Или, может быть, вы уже пробовали? Я думаю, скорее всего, что друзья, если бы что-то посоветовали. Потому что рекламе я не верю. Обычно, я такое выражение недавно где-то прочитал, что рекламируется обычно то, что некачественно. То есть обычно... Это спорное очень выражение. Ну да, на самом деле спорно, но в этом есть какая-то часть правды. Продукт надо продвинуть, значит, его надо стимулировать. Обычно люди сами, вот ты знаешь, вот такой есть классный там или аппарат, или там какая-то вещь, которая очень качественная. То есть вы на рекламу не ведетесь? Ну, 2% могу повестись. 3%. Хорошо. Ну хоть, а то я уже думала, вообще все поделим. Думаю, ничего себе. Ну что ж, спасибо. Спасибо, во-первых, за откровение. Накануне Всемирного дня защиты прав потребителей, дорогие друзья, вот мы сегодня в прямом эфире пытаемся выяснить, в чем же главное опасность шопинга и секрет удачной покупки. И разобраться в этом нам помогает психолог Элеонора Потапова. Аплодисменты. А вот романсы сегодня в нашей студии исполняют артисты Гомесской областной филармонии Елена Гастинская и Дмитрий Будянов. Вы знаете, совсем скоро в нашей студии появятся новые гости. Поверьте, это будет неожиданная встреча, поэтому оставайтесь с нами. Ну а пока самое время разрядить обстановку. И предлагаю послушать романс. Елена, вот что сейчас услышат наши зрители? А сейчас прозвучит романс из кинофильма «Раба любви. Где же ты, мечта?» Музыка Эдуарда Артемьева, стихи Натальи Кончаловской. АПЛОДИСМЕНТЫ Где же ты, мечта? Где же ты, моя мечта? И летит ко мне в зыбкой тишине нежный звук. То ли это смех? Нет, то ли это плач? Нет, это ты, любовь. Где же ты, мечта? Где же ты, мечта? Слышу я. Моя душа, возьми ее в ладони. Успокой, верю я в тебя. Да, верю я в мечту. Да, верю я в любовь. Да, верю я в любовь. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Дорогие друзья, я не знаю, как можно после таких слов и таких песен, такой музыки вообще продолжать программу, поэтому давайте прервемся на рекламу. АПЛОДИСМЕНТЫ Добрый вечер, Гомель. Мы продолжаем прямой эфир. Завтра день защиты прав потребителей. В этом году он пройдет под девизом «Потребительские права в цифровую эпоху». Поэтому сегодня мы говорим о покупках, но под звуки романсов. АПЛОДИСМЕНТЫ Дорогие друзья, вот интересно, как часто товары из интернет-магазина не соответствуют вашим ожиданиям? Нам очень интересно ваше мнение. Звоните в студию, телефон прямого эфира 34 22 43. Далее мы поговорим о том, как недобросовестные или неграмотные продавцы пользуются тем, что покупатель, например, не знает своих прав. Дмитрий, вот скажите, вам, например, приходилось, ну, допустим, купить обувь, которую пришлось обменять, которая не подошла, разонравилась? Была такая какая-нибудь история? У меня такого опыта не было. Елена? К счастью. Ну, у меня было только вот у себя на розе и в России, надо сказать. Но в любом случае вы столкнулись-то, да, с такой стороны? Да, и надо сказать, что почему-то вот продуктовых продавцов мне жалко, а вот продавцов обуви мне не жалко. Ну, хорошо, а вам, вы знаете, например, в какой срок у нас можно обменять обувь, которая, допустим, не подошла по размеру? Если знаете, только не говорите этот ответ. Ну, вы знаете. Ну, я предполагаю, что я верно знаю. Дело в том, что мы сейчас объявляем следующий конкурс. Да, и, дорогие друзья, внимание, вопрос очень легкий на самом деле. Мы хотим просто проверить вашу потребительскую грамотность, в какой срок можно обменять обувь, которая не подошла вам по размеру? Если вы знаете вариант ответа или не знаете, но догадываетесь, звоните по телефону прямого эфира 34-22-43, а вот правильный ответ сообщит председатель общества по защите прав потребителей, который совсем скоро появится в нашей студии. А пока мы ждем ваших телефонных звонков и насчет приза. Приз победителю, автору правильного ответа, предоставляет сегодня Гомельский дворцово-парковый ансамбль. Это единый, поверьте, уникальный единый билет на посещение дворца Румянцевых и Паскевичей. Все четыре этажа, вот представьте, только зимний сад, да, у спальницы, башня, обозрение. Вот все это можно посетить по этому единому билету, поэтому звоните 34-22-43. Так, напоминаю вопрос, в какой срок можно обменять обувь, которая не подошла вам по размеру? Ну, а мы продолжаем разговор о покупках. И прямо сейчас я хочу пригласить в студию председателя Гомельской городской организации общественного объединения Белорусское общество защиты прав потребителей. Встречайте, Людмила Ивановна Бешенко, у нас гостя. Людмила Ивановна, добрый вечер. Здравствуйте. Рады видеть вас в нашей студии, присаживайтесь, пожалуйста. Вы знаете, вот мы решили проверить потребительскую грамотность наших телезрителей и, ну, задали, наверное, самый такой простой вопрос, какой же срок можно обменять обувь, которая не подошла по размеру. Вот пока мы ждем ответы, расскажите, много ли вообще поступает сегодня обращений к вам и на что чаще всего жалуются потребители? Обращений через интернет? Нет, вообще просто любых, в том числе и через интернет. Ну, много обращений, конечно. Часть из них это товары в реальном мире, часть это товары в интернете. А интернет-покупки, вот насколько они увеличили жалобы по, скажем, таким покупкам сегодня? Ну, в реальном мире больше жалоб, скажу так. Мы сейчас продолжим, мне подсказывают, у нас есть телефонный звонок. Добрый вечер, вы в прямом эфире, я так понимаю, это автор, наверное, ответа. Узнаем, правильного или нет, слушаем внимательно. Говорите, пожалуйста. Алло, 14 дней. Да давайте познакомься сначала, ну что же вы, ну что же вы так все взяли вот быстро и... Как вас зовут? Меня зовут Татьяна. Татьяна, скажите, пожалуйста, ответьте нам еще раз на вопрос, какой срок можно обменять обувь, которая не подошла по размеру? В течение 14 дней. А вам приходилось сталкиваться вообще с такой историей? Приходилось обменивать обувь? Да, очень часто. Серьезно? Вот почему вы знаете этот срок. Вы знаете, я так понимаю, это правильно ответ, раз вы уже отреагировали? Ну что ж, билет, единый билет во дворец Румянцевых-Паскевичей ваш. Спасибо вам большое за этот звонок и эти аплодисменты тоже. Оказывается, наши зрители грамотные. Это очень радует. Давайте вернемся к интернет-покупкам. Вообще, что это за жалобы чаще всего? Ну, чаще всего люди, когда совершают покупки в интернетах, не смотрят, у кого покупают товар. Может быть, сайт один, а потом товар приходит, продавец оказывается юридически другой. Либо вообще отсутствует юридический адрес продавца. Через интернет-магазин некоторые сайты планомерно дают недостоверную информацию. То есть специально заводят потребителя в заблуждение. Либо преувеличивая потребительские свойства, либо как-то их изменяя, чтобы потребители совершали эти покупки. То есть ее нельзя потрогать в интернете, и поэтому мы таким образом как бы обманываемся. Обман покупателя, что запрещено законом о защите прав потребителя. Ну, вот недобросовестные такие продавцы пользуются этим. Ну, какую-нибудь историю можете сейчас вспомнить, например, из последних, на что жаловались вообще гумельчане? Ну, например, отпариватель для штор, как рекламируют. Ты проведешь, и все, и сразу у тебя новенькие шторки. Вот звонит потребительница и говорит, а я провожу уже не один раз, уже пять раз. А они никак, ничего с ними не происходит. А вот действительно, а как быть в такой ситуации? Вот пообещали вроде как гладкие шторы, да, но и вроде тебе парочиститель работает. А как вот быть? Вот что тут можно сделать? Ну, надо каким-то образом делать экспертизы, подтверждать. Нет, ну сначала, во-первых, потребитель должен обязательно обратиться к продавцу с претензией, сказать, что ваш парочиститель не работает, вы обманули меня. Пожалуйста, верните мне деньги или поменяйте мне товар. То есть обратиться обязательно письменно. Если уже когда отказал тебе продавец, тогда уже... Письменно должен отказать тебе тоже продавец. Да, да, да. Ну, поначалу, то тогда можно обратиться за производством экспертизы куда-нибудь, хотя бы органу, который может подтвердить органолептически, не проверить там какие-то свойства сложно, органолептически, действительно не работает, и написать об этом какое-то заключение. Это заключение отправляется к продавцу, и потом можно вернуть товар. Часто возвращают? Не всегда. Не всегда. Но вы, в принципе, содействуете этому, да? Да. Объясняем, что потребитель должен делать. Людмила Ивановна, а какие вот ошибки мы, вот, обычные люди, которые ходим в магазин, которые заказываем в интернете какие-то товары, какие ошибки мы чаще всего совершаем вообще? На что бы вы хотели обратить внимание? Те же самые чеки, гарантийные талоны в интернет-магазинах? Или вот, допустим, какая-то навязчивая реклама? На что? Что конкретно должно насторожить нас? Что интернет-торговля, что реальная торговля. Одинаковые правила. Проблемы разные. Если кто-то хочет задать вопрос, я расскажу, как из каждой проблемы выйти. А вот сейчас нам зададут, наверное, вопрос. Мне подскажут, у нас есть телефонный звонок. Добрый вечер. Вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста. Ага. Ало. Да, здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Анна Семеновна. Да, слушаем вас внимательно. Мы вот несколько дней назад в линии, то есть в Евроопте, в гипермаркете, купили овсяные хлопья Лидского Лида, в городе Лида. Мы раньше брали, все время были хорошие. А это я сварила на молоке кашу, ну вот кашу по утрам, например, да. И практически есть было невозможно, настолько она прогорклая. Так, а что вы сделали? Вы съели ее, выбросили? Мы птичкам... Съели, я поняла. То есть, а почему... А пригулять и бросили птичкам. А почему вы не вернули, не вернули в магазин эту кашу? Ну, не знаю, что-то не сообразили вернуть. А срок годности проверили? А сейчас срок годности на ней нормальный. Хороший был. А сейчас, я просто сейчас вот смотрю вашу передачу и думаю, позвоню, скажу, чтобы, может быть, я не знаю, чтобы не поставляли больше такую крупу или как, ну, чтобы люди не выбрасывали, не мучились. Вы очень ответственный человек. Спасибо вам большое за этот звонок. Но сейчас, пожалуйста, досмотрите нашу программу до конца обязательно. И сделайте для себя тоже определенные выводы. Если вы купили некачественный товар, как себя вести в данной ситуации? Спасибо вам большое за звонок. Вот что сделала правильно, а что сделала неправильно в данной ситуации вот наша телезрительница? Конечно, если потребителю не понравилась каша, он в первую очередь никуда, ни в какие инстанции не надо звонить, жаловаться, нужно пойти в магазин и сказать, что вот этот товар, вот я считаю, некачественный. Ну, кашу не проверить, если там какую селедку, там маслом можно проверить. Кашу надо сварить. То есть магазин может и отказать. Тогда нужно будет как-то где-то подтверждать качество. Может, в Сан-Санции, в ЦСМ где-то, чтобы сделали экспертизу или осмотры. Но в любом случае не надо это оставлять. Да, но это будет потом, да. Но сначала вы можете обратиться к продавцу и обязаны обратиться. Возможно, вы не первый потребитель, которому продали некачественный товар. Возможно, есть такие же. И вам сразу же скажут, извините, пожалуйста, возьмите любую другую. Мы сообщим производителю, эту вернем, возьмем свежую, новую. Или не будем работать с этим производителем. Обязательно нужно идти в магазине. Хочу спросить, Дмитрий, а вот если бы вы купили некачественную кашу, вы бы птичкам или вернули? Наверное, птичкам. Но почему бы вы не пошли и не выяснили? Если бы это было второй раз, я бы не сразу догнал до этого. Вот именно. Дело в том, что многие люди не знают своих прав. То есть, ну, лень, ну, купил, ну и ладно, что с этим сделать? А я, скорее всего, добавлю почему. Потому что, опять же, кашу, некому экспертизу сделать кашу. Нет, мне кажется, можно ее экспертизу сделать. Я бы предположила, что мне, да, как бы могли. Но, в принципе, если так, просто принципиально, да, не поленившись, потому что, может быть, перед тобой действительно пришло уже 10 человек, и у тебя есть шанс взять свежую кашу. Золотые слова, которые вот мы здесь услышали, мне кажется, самое главное, это вот Людмила Ивановна сделала очень правильное замечание. Почему стоит вернуть этот товар, на мой взгляд? Хотя бы он назначится. Потому что таких может быть много. Понимаете, 10 человек выбросили птичкам, а 10 могли вернуть. И тогда уже создается прецедент. Ну, я не знаю, но мне кажется, по крайней мере, с этого можно начинать. Несколько сообщений в Вайбере. Как быть, если в магазине приобрели просроченный продукт, и при этом забыли взять чек, спрашивает Оксана? Просроченный без чека продукт? Ну, надо будет без чека, если товар непродовольственный. Можно доказать, что купили именно в этом магазине, то продовольственный товар проблематично будет без чека доказать, что вы купили именно в этом магазине. Но в всех магазинах одинаковый товар. Но, возможно, если вас запомнили, если вы были со свидетелями, кто-то подтвердит. В принципе, да, этим можно развлечься. Валентина задает вопрос, можно ли пожаловаться на работу сантехника в общество по защите прав потребителей. Можно сначала обращайтесь к вышестоящему организацию с претензией о том, что вам сантехник неправильно починил кран, сделал что-то не так, либо даже нанес урон вам, повредив что-то, нанес ущерб. Вы имеете право вообще требовать возмещения даже этого ущерба и устранения недостатков выполненной работы. То есть обратившись с претензией к руководителю организации, которая прислала этого сантехника. И еще один вопрос от Максима. Где можно сделать независимую экспертизу товаров или услуг? В каких случаях вообще стоит обращаться к экспертам? К сожалению, у нас гомеля экспертных организаций немного, а даже, скажем, очень мало. Это Торгово-промышленная палата и Комитет судебных экспертиз. Торгово-промышленная палата только непродовольственные товары проводит экспертизу. Товароведческую непродовольственную и есть эксперт-строитель, а и эксперт-автотоваровед по автомобилям. Все, больше экспертиз у нас нет. Вы так обреченно сказали, это мало. Да, если уже доходит до судебного спора, то, конечно, суд назначает судебно-товароведческую экспертизу или какую-то другую. Мы обращаемся в Минск. И оттуда уже приезжают специалисты, делают экспертизу. Еще хочу сказать, что не обязательно экспертизу с актом экспертизы. Иногда вот часто задают вопросы, обращаются, поломался телефон, не работает, и это там что-то там на сложную технику. Экспертизу, естественно, Торгово-промышленная палата не делает. Но можно обратиться... А, если товар по гарантии, вы обратились к поставщику. Они говорят, нет, ваш товар хороший, мы вам ничего не должны, ничего делать не будем. Можно обратиться в другую сервисную организацию, попросить, пожалуйста, сделайте акт диагностики. Не, а экспертизу, это надо лицензия. Диагностику. Да, диагностику в любом виде. Акт осмотра, акт диагностики. Посмотрите, найдите дефект, напишите, устраним он, не устраним. И вот таким образом можно... То есть спасение утопающих в данном случае, да? Дело рук самих утопающих. Да, к сожалению, и такое бывает. Ну что ж, спасибо большое, Людмила Ивановна. Мы продолжаем прямой эфир. Дорогие друзья, сегодня мы говорим о покупках и о всех нюансах, которые с этим связаны. Не обманешь, не продашь. Эта поговорка родилась в стародавние времена, когда только начинало формироваться русское купечество. И, к сожалению, это явление, к сожалению, сохранилось и по сей день. Итак, на какие хитрости идут нечистоплодные продавцы и на что способны мошенники? Покажет фокусник. Член Российской ассоциации иллюзионистов. Артем Дорофеев у нас в гостях. Встречайте. Артем, добрый вечер. Добрый вечер. Присаживайтесь. Очень рады видеть тебя сегодня в нашей студии. Сегодня мы говорим о покупках. Вот скажи, приходилось ли тебе вообще покупать некачественный товар, сталкиваться с каким-то, может быть, обманом в торговле? Ну, в торговле, как правило, бывают... Наверное, вот бывают с продавцами, да, такие вещи, когда они могут обсчитать там человека, либо там недовес, еще что-то. Такие такие вещи. То есть у тебя это было? Было, да, недосчет, но обычно я выкручиваюсь из этой ситуации немножко таким веселым способом, да, могу показать фокус продавцу, и потом они после меня кассу пересчитывают. Я ухожу, они потом думают, сидят и потом... Ну, мы сейчас говорим не о мошенничестве, а просто о фокусах, да? Да, это не мошенничество, это просто трюх маленький. Скажи, пожалуйста, Артем, вообще влияют ли на тебя все вот эти вот уловки в современных магазинах, вот эти, которые, в принципе, всем известны, но мы все равно совершаем какие-то непредвиденные поступки, покупаем... Я думаю, они даже на психолога влияют, мне кажется. Ну да, мы сегодня это даже узнали, да. На тебя тоже? Ну, на всех, наверное, буду, да. Я была уверена, что ты скажешь нет, ты полностью контролируешь ситуацию, любую, потому что ты фокусник. Маркетологи совершенствуются просто с каждым годом. Мне кажется, это интересное мнение, заслужит аплодисментов. Артем, ну, расскажи нам, пожалуйста, вот эти секреты, покажи нам фокусы, которые, ну, скажем так, заставляют нас делать безумные покупки. Ну, вот что-то типа этого. Ну, я сам с собой просто много чего взял, у меня в карманах напихано всего, да. Вот давайте возьмем маркетологов, да, у нас там влияют на покупки это всякие вещи, такие как цвет, музыка, там... Ну, запахи какие-то, да, все возможные. Давайте вот просто поработаем со светом, хорошо? Вот вы здесь рядышком со мной сидите, да, смотрите, у меня есть такой шарик, да, вам просто нужно будет за ним следить, хорошо? В какой руке? Все просто. Я был здесь. Давайте еще раз попробуем. Здесь. Все правильно, смотри, сам по себе шарик очень мягкий, но если на него немножко надавить, смотри, что происходит. Можно сделать два шарика, да, ставьте ладошки две вперед, вот так. Да. Вот этот шарик мы кладем в руку, вот этот зажимайте себе крепко и держите, хорошо, смотрите, на мой внимательно, да. Чувствуете, ваш никуда не исчез, на месте? Ну, пока на месте. Но дело в том, что мы отсюда исчезаем. Да, действительно, исчезаем. А у меня два думаете? Ой, у меня два! Друзья, ну, это все-таки цвет красный, да, вот он как влияет. На самом деле их просто три, смотрите, просто три шарика. Два кладем в карман, хорошо видно, да? И будем... Я, кстати, видела, как это в карман. Раз, да, давайте два. Ну, и третий вот сюда наверх. Ну, если третий вот сюда забрать, сколько здесь осталось, помните? А вы один забрали. Ну, два должна остаться. На самом деле, не одна. Вот так вот. Ломбка с рук и никакого больше нечего. Я никогда не думала, что это произойдет, но вот это произошло сегодня в нашей студии. Спасибо большое, Елеонор. Вообще вас впечатляет это вот как? Что скажете? Конечно, впечатляет. Вот с яркими шариками, так же мы ее смотрим по нашим полочкам в магазине, где что поярче, да покрасивее. Где-то что-то выше, где-то на уровне класса. И не всегда мы смотрим на состав, на сроки годности, на все остальное. То есть то, на что мы сами ведемся, в принципе, да? Ну, замечательно. Вот эти аплодисменты, да, это... Артем, замечательно. А скажи, Артем, вообще, как давно, как давно ты занимаешься фокусами? Это было как хобби, наверное, уже, наверное, лет 10, где-то так, да. Ты это делаешь, наверное, каждую минуту и в любом удобном месте, да? Ну, я бы не сказал. Ну, да. Ну, по крайней мере, я сегодня наблюдала, наблюдала, пока мы готовились к программе, что да, твой мозг, твои руки, твои глаза, они все время работают, что-то делают. Скажи, у тебя есть любимый фокус? Ну, их много. Ну, давайте, Вадим, покажу такой, один из моих любимых фокусов, да. Но для этого нам понадобится кто-нибудь... Давайте попросим, да. Да. Кто-нибудь из гостей, вот из зрителей, вот, ребят, кто-нибудь, кто хочет поучаствовать? Просто поднимите ручку и все. Ну, смелее. Вот, ты хочешь поучаствовать? Пойдем, выходи сюда. Проходи, вот здесь, рядышком со мной. Как зовут тебя, скажи? Настя, смотри, все просто. У меня в кармане есть колода карт. Возьми ее в руку, приподними вверх ее, в левую ручку бери, в левую, да. Приподнимай вверх на вытянутую руку, вот так вот, и держи до конца этого фокуса, хорошо? Где-то минут 15 тогда. Она будет говорить? Я думаю, она не нужна. Смотри, представь себе мысленно любую карту, какую захочешь, от двойки до тузов. Совершенно любую, любой мастер, любого достоинства, это будет только твой выбор у тебя в голове. Одну карту. Готово? Хорошо, теперь представь, что ты мысленно ее переворачиваешь в этой колоде, мысленно переверни ее так, чтобы она была не похожа на все остальные, с помощью мыслей. Ну, допустим, рубашкой вверх. Получилось, да? Смотри, называй всем слух карту, которую ты здесь перевернула. Шесть креста, да? Ты удивишься? Смотри внимательно, я буду делать все очень медленно. Дело в том, что в этой колоде единственная карта, держи упаковочку, которая здесь перевернута. Ну, скажи, пожалуйста, ты заинтригована? Да, очень. Ну, а есть какое-то объяснение? Можешь объяснить фокус? Нет. Ну, нормально. Спасибо. Ну, я знаю, что среди твоих фокусов, Артем, есть фокус с монетами. Это очень актуально для нашей сегодняшней программы. Да, что-то есть, да, по-моему. А у вас есть монетка? Есть монетка? Да, есть. Елена, есть монетка? Давайте вы вот поучаствовать, Елена. Выходите сюда. Смотрите, вот здесь. Вот сюда, да. Друзья, все просто, смотрите. Обычная монетка, да, давайте сделаем так. Монетка то исчезает, да, то появляется. Еще раз исчезает, появляется. Держите монетку, пускай она у вас побудет, ее здесь нет, она здесь, да. Смотрите, берем монетку, кладем в руку, и она оказывается в этой руке. То же самое сделаем с вашей рукой. Кулачок просто вверх зажимаете вот так вот и держите. Да, вот так. Готовы? Открывайте руку. Смотрите, что у вас на плече лежит. Ну, так обычно поступают возле валютных этих, знаете. Друзья, давайте сделаем кое-что немножко посложнее, хорошо? У меня где-то здесь был маркер, да. Просто поставьте на ней свою роспись, там что-нибудь, что вам больше нравится, хорошо? Так, чтобы ее нельзя было подменить, еще что-нибудь такое эксклюзивное, хорошо? Эксклюзивное, но хорошо. Почти скопичный ключ. И давайте покажем это все в камеру вон туда, что вы там нарисовали. Давайте посмотрим. Видно? Аплодисменты. Смотрите. Все просто. Нам понадобится ваша монетка, да. Берем монетку и кладем ее куда-нибудь в руку, да. И еще один такой предмет у меня есть, не совсем обычный, да. Смотрите, это вот такая вот коробочка, да, и ваша монетка. Готовы? Не уследила все. Все просто, смотрите. Вы понимаете, исчезла монета? Где-то смертная. Возьмите коробочку, да. Видите, она резиночками всякими обтянута, да? Да-да-да. Просто открывайте ее. Вот резиночку снимается. Ну как-то же он только что ее открыл, положил туда, наверное, нет? Не знаю, так основная-то. Там по дереву еще уже и монетка лежит. Все было бы просто, если бы это просто была монетка. Элеонора, у вас должно быть... Да-да, открывайте. Ой, боже мой, тут еще... Кладите все оставшиеся сюда. Надо показать, показать нашим зрителям. Матрешка тут. Класс, да? С ума сойти. Вот это еще. Покажите, Елена, покажите нашим зрителям. Открывайте мешочек и доставайте оттуда монетку. А она ваша? Да. Роспись ваша? Роспись, еще и моя роспись. Смотрите. Все верно, да? Творится. Друзья, я думаю, все получилось. Спасибо вам большое. Да. Артем, это просто удивительно. Я, вы знаете, что вот хочу сказать, что фокус, наверное, это такая иллюзия, да? Иллюзия, вот за счет чего она вот создается, такой вот реальность нереального. Расскажите нам. Где-то это обман зрения, где-то это ловкость рук, отвлечение внимания, ну и так далее. Ну как-то это очень ловко, я бы сказала, это как-то очень ловко. А вы представляете, когда я в магазин захожу, купюру достаю, да? И шурует. Вначале одни, потом вторые, потом продавцы сидят такие и чешут. Это чешут, да. Смотри, это дело на самом деле очень опасное, как мне кажется. Давайте, раз мы уже затеяли такую тему фокусов, да, давайте еще один маленький трюк покажу. Я как раз с тобой его принес. С удовольствием посмотрим. Ну, для этого фокуса, так как у нас такая актуальная тема, это деньги, покупки и так далее, да. А у кого есть купюра 5 рублей, ребят? 5 есть? Вот, пойдем, выходи сюда. Проходи. Сами, с вами, с вами со мной. Как тебя зовут? Данил. Данил, смотри, все просто. Можно твои 5 рублей? Да, открой их и скажи всем вслух номер купюры, последние три цифры хотя бы. Так, чтобы я не смог подменить ее в дальнейшем. Да, можешь полностью номер продиктовать, как тебе больше нравится. АЕ-3-2-2-8-6-3-3. Все, отлично, хорошо, смотри. И давай сделаем так, чтобы эта купюра была не похожа на все остальные. Вот, держи, поставь на ней свою роспись. Где тебе больше нравится? Вот, можешь на столике, вон там, аккуратненько, да. А эта купюра будет уже в музей или... Да, 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 да. Да? Все, готово. Смотри, купюра с твоей росписью, все верно? Всем хорошо видно, да. И номер купюры, ты уже всем сказал, Солк, держи купюру. Она нам сейчас понадобится. Но перед фокусом я тебе кое-что дам. Смотри, у меня есть вот такой вот мешочек. Там кое-что лежит, но что лежит конкретно мы узнаем чуть позже. Хорошо, возьми купюру, точнее мешочек левой рукой вот здесь. Приподними вверх вот так вот, на вытянутую руку. И держи до конца этого фокуса. Хорошо? Да. До конца эфира. Смотри, купюра с твоей росписью, все верно? Готов? Ну, примерно вот так, да. Это была купюра, так. Смотри, нам понадобится еще один предмет, это вот такой вот платочек, смотри. Берем купюру и кладем ее вот сюда, в платок. Хорошо видно все? Делаем одно маленькое движение. Ну, примерно вот такое, да. И она исчезает. Друзья, ну вот так я примерно в магазине делаю, да. Даже боюсь представить где-то. Смотри, к мешочке я не прикасался, все честно? Да. В руках ничего нет? Нет. Дело в том, что в мешочке, смотри, есть сюрприз для тебя. Это вот такой вот ножичек. И еще один предмет, друзья, это вот такой вот апельсин. Смотри. Нет никаких секретов, все честно. Дело в том, что... Ну и такое бывает. Смотри, в апельсине сюрприз. Да ну? Если она еще и в апельсин засыпала. Елена, вы представляете? Да ну? Ну... А, просто крути его. Ну, это уже вообще... Откручивай, откручивай. Крути, крути, крути. Еще. Открывай. Это даже не матрешка. Ребят, да ну! Так, подожди, покажите, покажите, пожалуйста, всем зрителям телеканала «Беларусь-4». Это купюра, да, в апельсине. Доставай, доставай, проверяй, да. Артем. Самое интересное, даже на самом деле, вот что на ней написано. Да, написано будет. Да, клади микрофон, проверяй. А он в шоке немножко. Потому что не понял ничего. Я даже боюсь представить... Номер купюры. Все верно, да? Роспись твоя? Да. Артем! Друзья, давайте похлопаем. Я боюсь... В магазине принимают, не переживаю, я уже проверял не раз, поверьте. Артем, я боюсь представить, что так происходит приблизительно и в магазинах, вот так как с этими фокусами у тебя. Скажи, ты позволяешь разоблачать какие-то трюки или нет? Или это... Как вообще реагируешь, когда просят? Да, только все профи всегда, по-моему, да, ну, мысл. Ну, у Елены до сих пор вот такие глаза, как и у наших зрителей. Ну, как-то в апельсине это было вообще. Так вас и монета удивила, по-моему, Елена, да? Очень, меня вообще удивило все. Вы знаешь, Артем, спасибо огромное, эти аплодисменты для тебя. Спасибо, есть над чем задуматься. Оставляй. Дорогие друзья, итак, я напоминаю, что в прямом эфире «Добрый вечер, Гомель». Наш программа уже подходит к концу. Вот такой удивительный финал, который в шоке, действительно, наши зрители и в студии, и гости. И, по-моему, даже Леонора, наш психолог, тоже находится в некотором... Нет ли, Леонора? Магия. Магия. В любом случае, завтра, 15 марта, завтра Всемирный день защиты прав потребителей. И вот какими будут ваши пожелания покупателям и продавцам, Артем? Будьте честными друг другу. Очень хорошее пожелание. Кстати говоря, о честности, да. Людмила Ивановна, что вы пожелаете покупателям? Я хочу, чтобы у вас было меньше проблем, вы меньше обращались с претензиями к продавцам и к нам. А мы будем вам помогать, если вдруг что-то произошло. Спасибо, спасибо, Леонора. Черпайте положительные эмоции не от покупок, а от самой жизни. Общайтесь, дружите, путешествуйте, развивайтесь, найдите себе какой-то хорошее. А покупки по необходимости, да? Что-то типа этого. Ну и, конечно же, ваши пожелания нашим телезрителям сегодня. Ну, конечно же, хочется пожелать хороших покупок, чтобы не было разочарования. Но уж если они случились, давайте будем немножко принципиальными и не будем ленивыми. Все-таки надо погорклую кашу нести назад. Вот такой вывод. Дмитрий. Я хочу пожелать, чтобы покупатели покупали спонтанные покупки. Потому что иногда мы идем за одним и покупаем совершенно другой. И это нам... Лучше. Да, это оказывается лучше. Мы пошли там за брюками, а купили там майку класса. Есть смысл. Поэтому за то, чтобы именно... Да, да. За то, чтобы спонтанные были покупки. Вот только что, Леонор, он перечеркнул все, о чем мы здесь практически говорили. Но в любом случае, дорогие друзья, я хочу пожелать всем вам, конечно же, прежде всего, только приятных покупок. И, наверное, закончить этот замечательный добрый вечер, приятной музыкой. Итак, современный романс в исполнении Лены Гостинской и Дмитрия Абудяна. Вот прямо сейчас что мы исполним в конце нашей программы? Ну, называется он печально, но мы не будем, как говорится, делать себе такую программу. Называется «О, жизнь без завтрашнего дня». Но это романс про любовь. О, это чудесный романс Ахматовой. Да, стихи Ахматовой незабвенные и музыка Алексея Рыбникова. О, жизнь без завтрашнего дня Ловлю измену в каждом слове И убывающей любови Звезда восходит для меня Так незаметно отлетать Почти не узнавать при встрече Но снова ночи, снова плечи В истоме влажной целовать Путник мчимый в город даль Унеси мои слова Чтобы сделался печальным тот Кем я еще жива Тебе я милой не была Ты мне постыла, пытка долилась И как преступница томилась Любовь, исполненная зла То словно брат Сидишь, молчишь Но если встретимся глазами Тебе клянусь я небесами В огне расплавится гранит Дорогие друзья, это был еще один добрый вечер, Гомель Спасибо всем участникам и нашим зрителям И до новых встреч в прямом эфире Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому